Здравствуйте! Региональное вещание на телеканале Россия 24 с обзором за неделю продолжит информационно-правовая программа Вести дежурная часть. В студии Слам Дахов. Выпуск начнем с особенностей работы республиканского гарнизона полиции и ситуации по соблюдению ограничительных мер. В настоящее время мошенники, рассчитывая на невнимательность людей, продолжают придумывать иные способы незаконного заработка. Зафиксированы случаи рассылки смс-сообщений, в которых сообщается, что человек согласно геолокации якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в соответствии с постановлением в размере 4000 рублей. При этом указывается номер телефона, на который необходимо перевести деньги. Далее следует угроза о возбуждении уголовного дела за неуплату штрафа. Будьте бдительны и предупредите, особенно ваших пожилых родственников, ни при каких обстоятельствах не нужно переводить деньги на телефонные номера. Сейчас увеличено число нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб на улицах крупных населенных пунктов Адыгеи, особенно в городе Майкопе. Помощь в охране общественного порядка полицейским оказывают коллеги из аппарата МВД, а также подразделения Росгвардии. Вся работа, проводимая органами внутренних дел по соблюдению гражданами ограничительных мер, осуществляется исключительно в рамках решения оперативного штаба в республике и указов главы Адыгеи. Напоминаем, что также существенно изменен и порядок работы ряда подразделений Республиканского МВД. Это касается тех служб, полномочия которых входит оказание государственных услуг населению. И здесь хотим проинформировать о важной рекомендации, которую получили из Управления по вопросам миграции. Если уведомление о заключении и расторжении договоров на выполнение работ с иностранцами либо лицами без гражданства, желательно направлять почтой с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу город Майкоп, улица Калинина, 210 В. Обращаем внимание, что достоверную и актуальную информацию о порядке и особенностях получения в настоящее время госуслуг по линиям ВД можно найти, не выходя из дома, на главной странице официального сайта ведомства, в материалах новостной ленты, в специализированном разделе госуслуги, а также в соцсетях, набрав «Полиция Адыгея». Байзат Гомлишко, Сергей Елизаров, Ислам Дахов. Специально для программы «Вести. Дежурная часть». Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники в коротких видеороликах поделились воспоминаниями о своих предках, о тех, кто защищал Родину и кто передал им эстафету службы на благо нашей Родины. Какими запомнились нам деды и прадеды, как они шли в бой и совершали подвиги, об этом в рубрике «Я помню, я горжусь, служу России». Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мой дедушка, Пусть Михаил Никандрович, родился в станице Новоминской Краснодарского края. Власов Алексей Александрович погиб на территории Ростовской области, похоронен в братской могиле в городе Белая Калитва. Мой прадед, Скосарев Василий Семенович, родился в 1911 году в станице Дондуковской Геогинского района Краснодарского края. В полиции города Майкопа ведется следствие по делу о крупном мошенничестве. Под видом вложения в криптовалюту злоумышленники похитили у пенсионерки более полутора миллиона рублей. Можно только гадать о пределе алчасти аферистов, ведь по приезду нашей съемочной группы к женщине коллеги застали очередную попытку мошенников обмануть потерпевшую и, конечно, записали весь разговор. Все подробности в материале Сергея Лизарова. Разнообразие видов и схем мошенничества позволяет аферистам обманывать граждан практически всех возрастов. Причем чаще жертвами становятся пожилые люди, а ущерб порой исчисляется миллионами. Следствие по одному из таких дел сейчас ведется в полиции Майкопа. Там установили, что в начале года 65-летняя женщина оформила заявку в интернете на приобретение акций крупной торговой компании. Звонок мошенника не заставил себя долго ждать, ведь они постоянно подыскивают во всемирной сети, кого бы обмануть на купле-продаже. И, как правило, в каждой мошеннической схеме у аферистов заранее подготовлены для жертвы значимые аргументы. Гражданам надо это всегда помнить. Это применимо и к нашей ситуации. Собеседник убедил женщину, что накопленные ею средства целесообразнее вложить в криптовалюту. Кому способу аферы словомышленники перебегают нечасто. Но, как правило, ущерб при реализации такой схемы достаточно велик и составляет от сотен тысяч до миллионов рублей. Так вышло и в данном случае. Пенсионерка, поверив незнакомцу, стала перечислять на указанные реквизиты и телефонные номера крупные суммы. Аферисты сделали все, чтобы потерпевшая максимально долго находилась в эйфории отменительной успешности сделки и, соответственно, перевела все деньги. Потерпевшие присылали скриншоты страниц с графиками торгов и другой информацией. Но это был лишь обман. Порой размер разового перевода составлял 500 тысяч рублей. Были и перечисления на сумму 440 тысяч, 200 тысяч рублей. И в какой-то момент потерпевшая заподозрила аферу. При попытке вывести из-за порода денежные средства, мошенники ответили отказом. Поясняя это тем, что банковские счета заплатированы сотрудниками правоохранительных органов. Но лишь потеряв более 1 миллиона 660 тысяч рублей, женщина окончательно поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. По приезду нашей съемочной группы к потерпевшим мы столкнулись с необычной ситуацией. Как раз в тот момент ей в очередной раз звонили телефонные мошенники и пытались выманить у нее крупную сумму денег. Мы записали этот телефонный разговор. Выбираете данный способ пополнения, вы даете себе вот чек по форму, там у вас будет адрес вашего кошелька. Вы туда пополняете свой баланс. После этого я связываю вас с Владиславом Майером и вы уже с ним как с собой работаете по выводу к вам из родного перевоза. Ну хорошо, вы пришлите договор, пожалуйста. Какой мне вам договор прислать? Ну просто я не понимаю, я говорю, вы не работаете с нашей компанией. Я вам как человек просто набрал, чтобы выставить информацию. Дальше делаете выводы, я могу сейчас бросить и все. Как бы ну и до свидания. Вот такими, на первый взгляд, правдоподобными уговорами лживые телефонные собеседники вводят доверчивых граждан в заблуждение и обчищают их до последней копейки. Варвару Борисовну дал он, я говорю, почему через нее я могу сразу на платформу. Он говорит, конвертировать надо, деньги переводить надо. Так мы общались с ним. Ты не можешь, говорит, конвертировать, не имеешь права, что ли, бетхон. Я говорю, у меня есть киви-кошелек и бетхон-кошелек. Все есть, я могу, но нет, говорит она, вот эта Варвара, надежно, она быстрее, ну не ошибается, посылает. Уголовное дело возбуждено и расследуется по части 4 статьи 159 УК России, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере. На этом примере полиция Дегеи еще раз призывает граждан задуматься, насколько хитрые, предприимчивые телефонные аферисты. Весь народ, я вас прошу, буквально все мошенники, нету там честных, не ходите, не ложите, вообще выключайте телефон. Прекращать любой контакт с незнакомцем, кем бы он ни представлялся, не верить телефонным собеседникам, решительно подвергать сомнению и критике схемы легкого приумножения капитала. Вот эффективные меры по сохранению своих сбережений. Сергей Рязаров, Дмитрий Кучеров, Беслан Хуаджоков. Специально для программы «Вести» дежурная часть. Наша съемочная группа регулярно связывается с потерпевшими и пытается поговорить о случившемся. Мы благодарим эту женщину за проявленную гражданскую позицию, благодарим, что нашла в себе силы встретиться с нами и рассказать о произошедшем, чтобы предостеречь других от неверных действий. Ведь проявив хоть немного беспечности, в такой ситуации может оказаться каждый из нас. Мы на связи с жительницей Майкопского района, следим, как проходит следствие, безусловно, надеемся, что аферисты понесут заслуженное наказание. За неделю на дорогах Адыгеи зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых один человек погиб, пятеро пострадали. Одна из аварий произошла в Тахтамукайском районе. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что, находясь за рулем автомобиля «Лада», 26-летний житель города Краснодара, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся по ней КАМАЗом. В результате оба транспортных средства съехали в Чибийский канал. От полученных травм молодой человек скончался на месте. В Теучешском районе 25-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и допустил опрокидывание легковушки. Парень с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Полиция призывает водителей строго соблюдать дорожные правила. Продолжение следует...